Отгадайте, где мы. У нас три дня назад отменилась очень классная поездка. Мы целые сутки горевали безутешно, а потом решили сделать себе подарок. Вткнули пальцем в один из городов из списка, который мы хотим посетить. И сегодня мы уже в Кострове. Мы, правда, ничего не подготовили. У нас на руках есть карта достопримечательностей и такая статейка, распечатанная достопримечательностями. Так что мы по ходу дела будем ориентироваться. У Димы трагедия с обувью. Для слежки место идеальное, да? Надо так и оставить эти лавочки. Классно же? Надо так и оставить. Но они не на своем месте сейчас. У нас Кострова будет вся шпионская. Ну вот опять буквально два шага и новое чудо. Что это за государство такое? Мы, кстати, туда сначала собирались. Но потом испугались пересадки на автобус и поехали к Кострову. Разведка ничего не дала, да? Тайные знаки повсюду. Я вообще не успеваю даже сумку застегнуть у камеры. Кругом сплошные чудеса. Мы в сказку попали. Ну, красиво здесь этого, конечно. Великое пришествие Низкельца. Где, где, где? Вон на газельке. Я себя чувствую немножечко, как будто этот город написал Льюис Кэрролл. И мы сейчас зазеркали. Я же говорю. В Боргузине есть похожее здание. Только оно скоро развалится. Что мне пока очень нравится, это то, что очень много хмеля везде. Вина. Красиво. Мой ах надо было слышать. Я чуть не задохнулась, когда это увидела. Не знаю, как на камеру, но в жизни как-то красиво. За каждым углом что-нибудь интересное открывается. Класс, 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 класс. У меня лексикон, конечно, бедный. В плане эпитетов. Но ничего, я буду работать над этим. Опять шпионишь. Что там? О, прикольно. С одной стороны ничего особенного, да? С другой стороны, возможно, здесь какой-нибудь псих живет. Иди посмотри, что там. Вон без саркозки. Но я и так вижу, что там. Там опять ужасы. Сейчас специально показываю. Это не мои слова про Каланчу. Она действительно очень красивая. И, собственно, о чем говорит здесь нам эта интересная статья. Это и пожарная Каланча, увидев которую, русский император Николай I воскликнул. Такой нет и у меня в Петербурге. Ну, гостиный двор действительно красивый и большой. По всей площади, видите? Да, большой, большой. Но по типу на Суздальский похож. Это кто? Не знаю, кто ее спрашивает. Фонари красивые какие. Площадь очень красивая. Тут так женщина на меня посмотрела. Она такая открытая. И закоулчатая. Классно. Интересно выглядит. Лабиринт любви. Нелегкая жизнь фотографа. Дима ассистента себе нашел. Он был обычным сизадмином. А теперь... Ля-ля-ля, шу-шу-шу. Ля-ля-ля, шу-шу-шу. Антикс-шо. Не хочу в музей природы. Нет. Дима был неправ. Я за отрезанные головы платить не буду. Хочу развить свою мудрую мысль. Ты заходишь в музей природы. И первое, что ты видишь, это чучело медведя и отрезанные бошки, оленей, лосей и так далее. Это они так природу сохраняют? Или они терпеливо ждали, пока эти животные состарятся? Помечтательнее лицо давай. Тебе идет, кстати. Там точно что-то есть. Какой-то особняк старый, мне кажется. Ты смотри, какой он страшный. Просто уверена. Уверена, что там должно быть интересно. Внутри. Но... Во-первых. И как будто бы это самое главное. Заколочено. А во-вторых, я боюсь. Кто-нибудь здесь был, если это расскажите. О ваших впечатлениях. К сожалению, более хорошего ракурса нет. А жаль. Матч начался только что. Надо забросить сетку. Ну... Наверное, не очень. Высокое мнение о моих интеллектуальных способностях. Но я догадалась. Время обеда. И мы решили пойти в рога и копыта. После первого же положительного отзыва в интернете. И в котором гласила, что муж тех, кто рекомендует, очень вредный. Муж тех, кто рекомендует. Очень привередливый. И мы решили, что это наш случай. Здесь дизайн очень странный. Столовая лимпопа. Мы искали везде надпись, кто это. И вы знаете, мы ее нашли. Вот. Если у вас в глаза встроен считыватель бар-кодов, то вам здесь понравится. А нам нет. Как получилось? На, посмотри. Нет, все равно лучше будет. О-о-о! Правда красиво. Семья Романовых. Целая крепость. Внутрь мы решили не идти. Но вход. И что дальше я вижу? Разветвление. Очень похоже на то, что я представляла, когда читала Пелагею. Акунина. Может, он его с этого монастыря списал. Я нашла Костромской замок. Чистовик-Черновик. Вот. Мне туда дорога. Он гигантский. Красивая улица. А, видишь, вон сколько кино снимают. Тихо-тихо. Переночевали недалеко от центра города, но рядом вот с таким здоровым врагом. Стоит отметить, что вид из окна УКГТУ, как написано, по крайней мере, на этом здании, очень красивый. На Волгу. Мы с Димой пару месяцев назад посмотрели жестокий романс. И нам так понравилось, как там все выглядело, что мы подумали, что очень хотелось бы посетить места, которые сняты в фильме. И вот мы здесь. Дима опять разъярен тем, что везде указатели, только баркоды. То есть не то, чтобы баркод дополнительно к надписям на человеческом русском языке. Нет. Только баркоды. Кострома. Это глупо. Мы отметили с превеликим удовольствием, что здесь очень много мест, где можно погулять. Диму скакал вперед, с учетом того, что я его должна догнать. Однако здесь развилка. Я надеюсь, он догадается вернуться. Вот видите? Новострой. Вот такой. Не самый обычный. Какие сверки. Интересно же. Здесь же своды, наверное, были раньше. Земля прибавилась. Мы сейчас приехали в Костромскую Слободу. Здесь красиво. Ну, вы пока только зашли, но уже красиво. Много снимать не буду, потому что у них на сайте есть 3D-тур. Ссылку оставлю внизу под видео. Если кому интересно. Снова котята. Мы уже очень много именно котят видели. Что в самом городе. Едят. Что здесь. Они, наверное, мышей ловят, как музейные коты. Вот куда бы я в детстве не отказалась ездить, конечно. Да я и сейчас не против. Как мы будем играть? Я буду пытаться подняться по лестнице а ты меня ногами скидывать. Здание 1650 года. То есть до правления Петра еще. Вообще не верится, что деревянные так ходят. Сложно просто скудными нашими умишками вот это осознать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok